Федерация профсоюзов Беларуси Федерация профсоюза В Италии не так много, как хотелось бы действительно сильных профсоюзных организаций, которые бы выражали интересы трудящихся. Мир сталкивается со сложными вызовами, прежде всего экономическими. Поэтому мы здесь, чтобы обсудить, каким образом мы сможем защищать интересы рабочих в наших странах, преодолевая последствия мирового кризиса и развивать международную солидарность рабочих. Задачи профсоюза в разных стран схожи. Одна из главных – защита права человека на труд. Позиция профсоюза в Беларуси в этом вопросе неизменна. Мирный труд – основа благополучия народа. У нас сегодня такой период развития нашей страны, когда нам не нужны какие-то внешние проблемы и какая-то внутренняя настороженность. Нам нужен мир и покой. Мирный труд – это большая ценность, которая позволяет нам сохранять стабильность и согласие в обществе. Зачищая трудовые права и социально-экономические интересы трудящихся, с 2010 по 2015 годы сумма возвращенных работников по требованию профсоюзов незаконно удержанных или невыплаченных денежных средств составила 78 миллиардов белорусских рублей, что превышало 5 миллионов долларов в эквиваленте. Новое направление работы профсоюзов – регулярные правовые приемы граждан. По всей стране каждый последний четверг месяца такие приемы проводят профессиональные правовые инспекторы, юристы. Высока роль профсоюзов и в вопросах охраны труда. За 5 лет 125 штатных технических инспекторов труда провели более 35 тысяч проверок, выявили 266 тысяч нарушений требований охраны труда. Есть еще общественные инспекторы. Это 82 тысячи человек, которые также стоят на защите прав трудящихся. Особое внимание технической инспекции направлено на организацию уборочной кампании. Ежегодно профактив следит за безопасным проведением работ и помогает в создании комфортных социально-бытовых условий для работников. Есть и те вопросы, которые требуют внимания. Это сегодня социальные гарантии, это сегодня выплата заработной платы, это сегодня условия труда. Это все те вопросы, которые находятся на самом пристальном внимании профсоюза. Это было, это будет, и это будет постоянно на первом месте в нашей работе. «Мы вместе» – это не только слоган Федерации профсоюзов, но и стиль жизни, метод работы и руководство к принятию решений. 22 мая 2015 года лидеры профдвижения Беларуси вместе определили стратегию развития на ближайшее пятилетие. В Республиканский дворец культуры профсоюзов съехались более 500 делегатов, высшие должностные лица страны, руководители крупных предприятий, зарубежные гости из 13 государств мира. В качестве делегата участие в работе съезда принял президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Я только что сказал нашему председателю профсоюзов о том, что вы – партия наших трудящихся, и вам должно быть до всего дела закреплено это государством в законах или нет. Один из главных тезисов выступления президента – нужно, чего бы это ни стоило, сохранить трудовые коллективы. Чрезвычайно важны вопросы занятости, соблюдение трудового законодательства и участие профсоюзов в законотворческой деятельности, охрана труда и проблема конкурентоспособности белорусских товаров. Конфрактации здесь быть не может. Мы сегодня подставляем плечо. И мне очень приятно отметить, что те многие решения, даже управленческие, хозяйственные и особенно по решению по персоналу, мы являемся той инстанцией, которая предлагает и эти решения принимаются. Говоря о важности первичного профсоюзного звена, президент Беларуси Александр Лукашенко обратился и к премьер-министру Андрею Кобякову. Андрей Владимирович, давайте договоримся так. К середине будущего года во всех трудовых коллективах, неважно от какой формы собственности они, частные, государственные или там смешанная организация труда, во всех должны быть профсоюзные организации. Надо это законом сделать. Первичная профсоюзная организация – наше самое главное звено. Насколько там будут хороши в работе профсоюзные лидеры, насколько будут авторитетными и будет наше с вами профсоюзное движение. Значимость коллективного договора и вопрос, как и на кого он должен распространяться, мониторинг применения декрета номер 5 на местах и необходимость корректировки 569-го постановления, переобучение и перепрофилирование кадров, вопросы занятости – все эти темы находили живой отклик у зала. Конструктивно сотрудничаем, не всегда соглашаемся. Наверное, это правильно, разные точки зрения, разные позиции, но цели одни. Цели одни – социальная защита населения. Интересна и инициатива профсоюзов в части патриотического воспитания подрастающего поколения. Мы предлагаем ввести в школьную программу обязательно посещение тех мест, которые для нашего народа являются святынями. Это Хатынь, Курган Славы. Делегаты и участники съезда с удовольствием делились впечатлениями. Получил огромное удовольствие и под большим впечатлением от выступления президента. Он поддержал все наши инициативы и поддержал наши просьбы. Главное для любого человека – это иметь рабочее место. Когда он теряет рабочее место, он теряет свое человеческое лицо. Этого допускать нельзя. Надежда, самое главное, чтобы, конечно, была сплоченность и солидарность профсоюзного движения. Делегаты съезда утвердили программу деятельности Федерации профсоюзов на ближайшие пять лет. Председатель ФПВ Михаил Лорда уверен, что все очерченные в ней задачи выполнимы. Сильная сторона профсоюзов в нашем единстве. Вместе мы защищаем права трудящихся. И не случайно этот посыл заложен в основу нашего съезда. Мы вместе. Для более эффективного воплощения стоящих перед Федерацией профсоюзов в Беларуси задач и координации работы на местах с 2015 года начали работу районные городские объединения профсоюзов. Сегодня это 137 профсоюзных лидеров, которые всегда на передовой. В июле-октябре 2015 года более чем в 50 городах страны в рамках народно-патриотической акции Федерации профсоюзов «Мы вместе» прошли чествование трудовых династий, передовиков производства и жатвы. В любом деле будущее за молодежью. Не случайно 22 июня 2015 года при ФПВ был создан Молодежный совет, объединяющий всю профсоюзную молодежь. Первой инициативой Молодежного совета стала организация и проведение Международного молодежного профсоюзного образовательного форума «Темп-2015». Ребята, которые приехали сюда, они приехали со своими идеями, со своими социальными проектами и расскажут нам, как в других странах функционируют профсоюзные организации, профсоюзные центры, и мы поучимся у них, а они поучатся у нас. Профсоюзы всегда на стороне талантов и растят их с измолок. По всей республике в профсоюзных и ведомственных творческих коллективах занимаются более 14 тысяч ребят. Отдельное внимание к профсоюзному спорту. Под эгидой ФПВ работают 115 детско-юношеских спортшкол. Занимаются в них 47 тысяч ребят. Многие из них имеют шанс дорасти до больших рекордов. Даже до олимпийского серебра, как белорусские гимнастки. Или золоты, как у белорусских теннисистов Виктории Азаренко и Максима Мирного. Все они пришли в большой спорт из профсоюзных спортшкол. Забота о здоровье трудящихся – еще одно направление деятельности Федерации профсоюзов. В Беларуси действует 13 профсоюзных здравниц, где можно не только получить лечение, но и хорошо отдохнуть. Федерация профсоюзов Беларуси предусмотрела предоставление круглогодичных скидок в размере 25% от стоимости путевки во все наши профсоюзные здравницы. Организацией экскурсий и развитием внутреннего и въездного туризма занимается старейший национальный туроператор «Беларус Турист» Федерации профсоюзов. Его инициатива – создание туристической карты регионов. Один из первых маршрутов – тур по местам жизни Якуба Колоса на Столбцовщине. Заботясь о культурно-историческом наследии, ФПБ в рамках республиканской патриотической акции «Помним и гордимся» инициировало реконструкцию воинских мемориалов. Наиболее масштабный из них – курган славы. Молодцы, делаете вы благое дело, хорошее. Но, думаю, так, наверное, я все-таки в свое время мало поручил профсоюзам объем. Ну, что вам один курган славы для профсоюзов? Может, вы где-то еще и готовились к 70-летию, более мелкие памятники в порядок приводите? Но за это особая благодарность профсоюзам. Областные объединения профсоюзов также взяли шефство над пятью знаковыми мемориалами. Например, в Бресте в честь погибших в начале Великой Отечественной красноармейцев реконструировали мемориал на месте лагеря госпиталя «Ривер», а в Гомеле благоустроили памятник комсомольцам. Курган славы же и вовсе не официально называют профсоюзным. Накануне празднования 70-летия Великой Победы его серьезно обновили. Уложили новый газон, реконструировали обе лестницы, ведущие к обзорной площадке, а наверху мозаики орденов тоже вернули былую яркость. И главная задумка – с наступлением сумерек Курган славы теперь не исчезает. Новую подсветку из светодиодов выполнили в желто-красных тонах. Это символ вечного огня. А подножие на цепи усыпаны полусотней мощных прожекторов. Мемориал смотрится монументально и впечатляет. И перечисление личных средств на благотворительный счет является патриотическим порывом. Я хочу сказать, что такой народ не победит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok